Наркодилеры Полицейские изъяли 450 граммов героина и около 500 расфасованных закладок. Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Здравствуйте. Пора подвести итоги дня. Поэтому в эфире, как обычно, в это время программа «Новости по будням». О чем расскажем сегодня, узнаете из коротких анонсов от моих коллег. В Шелихове при пожаре погибла полуторагодовала девочка. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты, которую оставила мать ребенка. В выпуске сообщим все подробности трагедии, а также озвучим количество погибших на пожарах жителей региона. Жители новостроек под Иркутском оказались отрезаны от города. Автобусы теперь не доезжают до микрорайона. Наша съемочная группа выехала на место и попыталась выяснить, что же там происходит. Рост цен происходит постоянно в Иркутской области. Сегодня расскажем, что подорожало из продуктов и товаров в октябре и сколько денег тратят в месяц на жизнь одинокие люди и семьи. Люди, выступающие против строительства храма в Иркутском микрорайоне Приморском, заявили, что возводить объект, возможно, будут в другом месте. Все детали в программе. И теперь о событиях дня подробнее. Печальное известие пришло из Шелихова. Там полуторагодовала девочка погибла на пожаре в жилом доме. Также пострадал ее трехлетний брат. Еще один ребенок, семимесячная девочка, к счастью, не пострадала. Возможно, трагедии бы не произошло, если бы мать этих малышей не оставила их одних в доме. В отношении 23-летней женщины уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, незадолго до возгорания женщина курила и оставила окурки на линолеуме возле печи. После чего уложила своих детей спать и ушла к соседке выпивать. Спустя некоторое время вернулась, чтобы проверить детей, и увидела огонь. Мать сама вынесла малышей на улицу, но к моменту приезда пожарных одна из девочек не подавала признаков жизни. Сейчас женщина и ее трехлетний сын госпитализированы с отравлением угарным газом. Этим делом занялся не только Следственный комитет, но и прокуратура Шелихова. Прокуратура города Шелихова организовала проверку в связи с поступлением сообщения о возгорании в дачном доме, в котором находились трое малолетних детей. В результате погиб один ребенок. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетним, причинам и условиям, способствовавшим произошедшему. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Всего с начала года в Иркутской области произошло более 5000 возгораний в жилых домах. Это в среднем по 17 пожаров в день. Погибли 129 человек, 12 из них дети. Еще 157 получили различные травмы, ожоги и отравления угарным газом. При этом спасателям удалось освободить из огненного плена 744 жителя региона. Жители новостроек под Иркутском теперь с трудом добираются до работы. Автобусы перестали высаживать и впускать пассажиров на остановке, которая раньше считалась конечной. Недавно выяснилось, что она незаконна. И теперь людям приходится идти почти километр до другого остановочного кармана, чтобы уехать в город. Тему продолжит Дарья Ивазова. Этому дедушке не удалось попасть на автобус, как и остальным жителям новостроек под Иркутском. Люди ездят из Лугового и Юго-Западного на работу в центр города. На общественный транспорт садятся на конечной остановке, где разворачивается 480 маршрут. Точнее садились, причем годами. Теперь же перевозчики не берут и не высаживают там пассажиров. Причина – отсутствие оборудованной остановки. А началось все с того, что жители попросили обустроить безопасную зону для ожидания автобусов. Люди просто попросили сделать остановочный пункт. Пришел, некуда сесть. Писали бумагу. Только включат в 22-м году на рассмотрение. Вот здесь, чтобы поставить. Там натыкали три возле поликлиники. 480-й, он там не может развернуться, он большой. Там только для маленьких. А там, где 480-й разворачивается сейчас и где жители просят сделать остановку, пока что страшно даже ходить. Ни зебры, ни специального кармана. Только вот идти до соседних остановок – тоже не вариант. Возле поликлиники не ходит столь удобный жителям 480-й маршрут. А до другой остановки – почти километр. Представьте, каково идти здесь тому же дедушке с тросточкой или маме с ребенком. Минут 15 пешком. Ну, как бы, ребенок тоже идет, как упал. То есть, естественно, вся потная. Приходишь на остановку тяжело. И как бы это очень неудобно, очень далеко там всегда давки. Чтобы разобраться, что мешает сделать остановку там, где это удобно жителям, мы обратились в местную администрацию. Там нам рассказали, что участок, где разворачиваются автобусы и в них садятся жители, находится в областном ведении. Но сделать там остановку и не получилось бы по правилам дорожного движения. Зато можно было бы сместить ее на несколько десятков метров вглубь микрорайона. Но возникает другая проблема. Земля под остановку сейчас никому не принадлежит. Даже застройщику. В случае с застройщиком мы договорились о том, чтобы сделать проект планировки межевания на территории. Выделить все существующие земельные участки под развитие, под карманы, под площадки детские, под дороги. После этого мы оформим данную дорогу, например, и выделим именно земельный участок под остановочный повелел. Временным же решением проблемы может стать продление 480 маршрута до безопасных остановок возле поликлиники. С этой идеей администрация лишь собирается обратиться в Минтранс. Но пока все эти вопросы решаются, жителям приходится тратить по 20 минут и ходить к дальней остановке. Либо надеяться, что их на свой страх и риск подхватит перевозчик. Дарья Эйвазова, Павел Рютин, Владимир Пинаев. Новости по будням. Водителя легковушки, который сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе в Братске, суд арестовал на 5 суток. Такое решение вынесли в связи с тем, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения, но продолжал ездить за рулем. Автомобилист признал свою вину, а ребенок с травмами находится в больнице. В больницах региона сейчас много пациентов с коронавирусом. Улучшить ситуацию может вакцинация, считают врачи. Поэтому прививочная кампания продолжается. В Иркутскую область поступила новая партия препарата «Спутник Лайт». Это почти 17,5 тысяч доз. Напомним, в конце прошлой недели наблюдался дефицит этого препарата в некоторых пунктах. Как оказалось, на него резко вырос спрос. Сейчас же в области есть 60 тысяч доз «Спутник Лайт». Обычно этот препарат используют для ревакцинации. Подойдет ли он в качестве первого компонента, в том числе пациентам, которые переболели COVID-19, но не обращались в поликлинику, может сказать только врач-терапевт. Главное – сдать тест на определение титров антител. Каждый случай индивидуален. На показания к прохождению вакцинации может повлиять как период с момента заболевания, так и количество антител в организме. Из-за распространения коронавируса в Иркутской области объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. И многие озадачены, чем заняться, пока сидишь дома. Впрочем, через локдаун иркутяне уже проходили. И кому-то он даже пошел на пользу. Почему, узнаете прямо сейчас. Иркутяне все чаще осваивают новые профессии и навыки, не выходя из дома. Такие выводы сделали эксперты популярного сайта по поиску услуг. Спрос на онлайн-курсы и уроки среди жителей столицы Прибайкалья за год вырос сразу на 85%. На тягу к дистанционным знаниям повлиял локдаун. Многие искали, чем себя занять и в итоге решили провести время с пользой. Больше всего иркутян интересуют спорт и танцы. И если в начале пандемии онлайн-тренировки были вынужденной мерой, то сейчас такие домашние занятия выбирают осознанно. Тренера, кстати, в минусе не остаются. Напротив, за последние два года предложение выросло на 233%. Лидирующей услугой октября стали теоретические онлайн-курсы вождения. По сравнению с сентябрем, их популярность выросла на 124%. Из профессионального образования иркутян интересуют бухгалтерские курсы, делопроизводство и обучение рабочим специальностям. Спрос на них за пандемию вырос на 135%. А из хобби также популярны вокал, рукоделие и игра на музыкальных инструментах. Из-за предстоящей нерабочей недели онлайн-курсы стали еще более востребованы. Растет и предложение, а значит, у иркутян будет возможность найти себе занятие по душе. Дарья Эйвазова, Новости по будням. Прошли обучение в Новосибирском центре вирусологии. Воспользовались рекомендациями специалистов противочумного института и в рекордные сроки за три месяца запустили собственный исследовательский центр. ПЦР-лаборатория для изучения образцов на COVID-19 открылась на базе Иркутской областной детской клинической больницы. Ранее врачи медучреждения на собственные средства начали проводить тестирование детей и сопровождающих их родителей. Пробы отвозили в различные медорганизации. Из-за этого страдала оперативность. Было принято решение создать лабораторию прямо на базе больницы. И теперь эпидемиологи могут проводить здесь по 60 заборов проб на COVID в день. Результаты становятся известны через 3 часа, а не через 24, как было ранее. Новая лаборатория позволит быстрее проводить эпидобследование и гасить очаги инфекции. Для создания лаборатории полностью перепрофилировали несколько помещений внутри больницы. Где-то убирали двери, где-то новые двери подставляли, для того, чтобы выгородить четко 3 зоны. Зону забора материала приема, зону смеси, называется вторая зона у нас, где мы делаем смеси для пациентных исследований. И уже зона артификации непосредственно, третью, где уже получается результат исследования. Тестирование у нас проводится всем поступающим, как плановым, так и экстренным. Два раза в день у нас происходит закладка биоматериала. Забор осуществляется с 8 утра до 4 часов дня. Поступающих мы берем всех и детей, и лиц их сопровождающих. Аналитики уже посчитали, что в период пандемии коронавируса россияне стали больше тратить денег. А специалисты Иркутск-Стата рассказали, в какую сумму обходится жизнь в регионе. Самыми неэкономными оказались одинокие люди. Они тратят на еду необходимые товары и услуги почти 26 тысяч рублей в месяц. Супруги без детей в целом тратят 42 тысячи рублей. Или, если разделить, по 21 тысяче на человека. Совсем иная картина в семьях, где есть дети, их бюджет существенно сокращается. В таком случае на одного члена семьи расходуют всего 14 тысяч. И самое главное, какими траты жителей региона были в 2020 году. А учитывая, что за этот год цены уже выросли на 6,5%, то расходы прибыль кальцев могли вырасти. Ну или наоборот, некоторым приходится экономить. Сильнее всего в октябре подорожали яйца и летние овощи. Тратят немного денег, но при этом потребляют тысячи киловатт электроэнергии. Речь идет о так называемых серых майнерах, которых в Иркутской области становится все больше. В очередной рейд по выявлению нерадивых охотников за криптовалютой вместе с энергетиками сегодня отправился Данил Седов. Смотрим. Тепловизор видит, как из вентиляционных отверстий выходит теплый воздух. Внутри металлического контейнера плюс 25. Такую температуру может обеспечить или печь, или майнинговое оборудование. Что именно находится за этим забором в селе Баклаши и разбираются сегодня энергетики. На большом участке земли нет ни одного жилого строения, но зарегистрировано сразу 8 счетчиков для учета электроэнергии. Это и стало поводом для проверки. Вот только против нее владелец территории. Я из забора отвратил. Сейчас он жопа встану. Так что, скорее всего, проверка этого объекта растянется, и энергетикам еще не раз придется выезжать сюда. Шелиховский район вообще на особом контроле у специалистов Иркутской энергосбыта. Эту территорию даже негласно прозвали майнинговой столицей юга региона. Здесь только с начала года выявили более 200 подпольных добытчиков криптовалюты. Их фермы сильно перегружают линии электропередач, что может привести к серьезным последствиям. За истекший период 2021 года на территории Иркутской области уже зарегистрировано 4 пожара на данных объектах. Это город Иркутск, Усольский район, Ангарский район и Казачинск-Коленский район. В последние годы наблюдается повышенная нагрузка на сети, причем не только с наступлением отопительного периода, а ежедневно в течение года. Это не только негативно сказывается на качестве поставляемой электроэнергии потребителям, но и приводит к росту аварийности на сетях. Существующие сети, они не рассчитаны на такие постоянные нагрузки. При этом серые майнеры за электроэнергию платят по обычному бытовому тарифу, хотя добывают криптовалюту в промышленных масштабах. Одна из причин такой ситуации майнинг не считается предпринимательской деятельностью, поэтому сейчас этот пробел предлагается устранить. Пока же энергетики предлагают нелегалам добровольно перейти на другой тариф. Потребители, которые отказываются с данными потребителями, проводится досудебная работа и подаются дела в суд. На данный момент в нашем отделении только подано дел более чем на 13 миллионов рублей. Еще один вариант победить нелегальный майнинговый бизнес ввести в регионе дифференцированный тариф. Суть проста. При потреблении до 7 тысяч киловатт в месяц человек платит по привычным ценам, если трафик выше, то выше и тариф. Подобная схема, если будет внедрена, затронет лишь 1% от всех потребителей региона. Большая же часть не заметит никаких изменений в платежках. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Сотрудники Министерства сельского хозяйства региона решают не менее глобальные проблемы. Так, например, за осень специалисты подняли со дна ангары более 800 килограммов рыболовных сетей, которые оставили после себя браконьеры. В этом году работать было гораздо труднее из-за высокого уровня воды в реке. В некоторых местах глубина достигала 15 метров. Кроме ангары, специалисты также исследовали дно братского водохранилища. Операции по вытягиванию сетей проводились вручную, а это непросто. Ведь неводы, которые оставляют после себя рыбаки, очень быстро обрастают водорослями, мусором и гниющей рыбой. Это приводит к тому, что изделия значительно прибавляют в весе. Основная же причина, по которой сети остаются в воде на долгие годы, забывчивость браконьеров, которые просто не возвращаются за уловом. Между тем, полимерное изделие уходит на дно и может там разлагаться до 500 лет. Долгое время в Иркутске активисты выступают против строительства храма в роще микрорайона Приморский. Чтобы отстоять парк, люди готовы на многое. Накануне даже разбили палаточный лагерь у места, где собираются возводить объект. Но ночевать долго там не пришлось. На место выехали представители власти, чтобы найти компромисс. Сейчас в правительстве планируют создать специальную рабочую группу для решения конфликта. Также, возможно, власти рассмотрят другие участки для размещения храма. Следующая выездная встреча представителей власти, епархии и активистов микрорайона состоится в ближайшее время. Тем не менее, местные жители не намерены отзывать иск в суд до тех пор, пока они увидят, что ситуация полностью разрешилась. Если потребуется, то вновь выставят палатки. Первое заседание по делу состоится 11 ноября. Совсем другие проблемы беспокоят многих жителей Иркутска в состоянии придомовых территорий. Поэтому уже несколько недель наши съемочные группы инспектируют дворы города. На этот раз операторы-журналисты отправились на улицу Баумана. А вот что из этого вышло, смотрите в рубрике «А у нас в дворе». Сегодня мы вновь приехали по просьбе жителей в один из дворов Иркутска. И на этот раз на улице Баумана 231. И сразу удивились количеству площадок на одной территории. Состояние каждой из них мы сейчас и проверим. Начнем мы с этой площадки. Детский инвентарь на ней находится в очень неплохом состоянии. Все элементы закреплены хорошо и не представляют опасности для малышей. Тем не менее, покрасить некоторые из них все же не мешало. Отдельно бы хотелось сказать о лавочках. На некоторых посидеть будет не то, чтобы неприятно из-за песка на них, а даже травмоопасно. Для любителей автомобилей здесь установлен вот такой грузовик. Правда, не все его пластиковые детали выдержали испытание времени. С такими острыми краями нужно быть аккуратным. Также местные жители сообщили, что раньше над ним была крыша. Правда, ее очень быстро сломали и похоже, что обратно никто устанавливать не собирается. На самих площадках относительно чисто, но вот их окраины полностью завалены мусором, который никто не убирает. Но этот городок настоящая ложка дегтя в этом дворе. Для того, чтобы найти здесь целый, а что главное, безопасный инвентарь, нужно постараться. Например, эта карусель выполняет здесь функцию арт-объекта. Прокатиться на ней не получится даже при желании. Порадовать детей ровными куличиками эта песочница, к сожалению, не сможет. Песок здесь изрядно утрамбован и, похоже, давно не менялся. Да и сами конструкции оставляют желать лучшего. Того и дело, гляди развалятся. Но в той песочнице песок хотя бы был, потому что в эту решили его не засыпать в принципе. Ну, это детский инвентарь из той же оперы, что и грузовик. Они оба сделаны из одинакового пластика, который также потрескался и теперь представляет опасность для детей. На первый взгляд, эти детские площадки выглядят отлично, но если приглядеться, начинаешь замечать значительные недочеты, которые, конечно, необходимо исправить, ведь в первую очередь это касается безопасности детей. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням. Если и вы хотите, чтобы наша съемочная группа провела ревизию вашего двора, пишите по адресу rnewssobaka.nts.defistov.ru А также звоните на наш телефон прежний 792-402 и пишите в соцсетях НТС Медиа. Важный элемент благоустройства любого двора это детская площадка. На них всегда есть спрос. Тем более, за 9 месяцев этого года в регионе на свет появились еще почти 20 тысяч малышей. Из них 10248 мальчиков и 9524 девочки. Каждому ребенку родители хотят дать особенное имя, поэтому некоторые пары проявили креатив. Так в регионе появились в этом году среди девочек весна и эра, а среди мальчиков алмаз и байкал. Также в число редких женских имен в Прибайкале вошли забава, гликерия и феодосия. Набирают популярность и двойные имена. К примеру, скоро на детских площадках будут гулять Анна Есения и Евангелия Мерседес. Новорожденных мальчиков реже всего называют Тихомирами и Зариславами. Прямо сейчас мы расскажем об успехах наших спортсменов, а после вы узнаете, что за необычная выставка, где главные экспонаты «Паразиты» открылась в Иркутске. Шесть медалей из Бердска привезли спортсмены Иркутской области. Они выступали на турнире под Хэквандо, в котором приняли участие более 400 бойцов. В итоге наши земляки смогли завоевать одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Софья Угарова стала серебряным призером третьего этапа Кубка России по плаванию. На турнире, который состоялся в Барнауле, наша землячка успешно выступила на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. Это и позволило девушке занять второе место. Кроме того, в дисциплинах 50 и 100 метров баттерфляем бронзу выиграла Анастасия Троненко. Аналогичный результат в плавании брасом показал Тимофей Филиппов. Очередную медаль выиграл Андрей Тертычный, уроженец Ангарска, показал себя на международном турнире по стрельбе из арбалета Кубок Волги. Спортсмен выступал в составе национальной сборной России, поражая мишени с 18 метров. В итоге наша команда в этом зачете заняла второе место, уступив лишь представителям Хорватии. Данил Седов, новости по будням. Представителей мира паразитов можно увидеть на выставке в Краевеческом музее Иркутска. Зачем нужна такая немного жуткая экспозиция? Ответ на этот вопрос знает Кристина Черкова. Ей слово. Внутри этой капсулы в растворе формалина червь. Не так давно он жил в организме человека, а сейчас навечно законсервирован в банке. В Краевеческом музее Иркутска открылась необычная выставка. Главные экспонаты здесь это разные паразиты, от которых страдают люди и животные. Их представили на обозрение для того, чтобы рассказать, как избежать встречи с этими существами. Первое, что узнают посетители, паразиты бывают разных видов. Первое, это так называемые эндопаразиты, которые живут внутри тела хозяина. И второе, это экдопаразиты, которые живут на поверхности тела хозяина. Эндопаразиты это различные гельминты, личинки оводов. Эндопаразиты это различные членистоноги, например, ксодовые клещи. В руках у специалиста макет таежного клеща. Он имеет характерный красно-черный окрас. Увеличенная модель паразита выглядит безобидно. Кажется, какую опасность несет такое крохотное существо. Но в жизни его укус может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Клещ получается в позе пассивного ожидания. То есть, он сидит на конце травинки, расставив в разные стороны свои передние лапки и поджидает добычу. Добыча для этого аскорида человеческая печень. Паразит поселился в ней и достиг 40 сантиметров в длину. Неприятный факт, но этого могло не случиться, если бы человек помыл руки. Заражение чаще всего происходит из-за несоблюдения гигиены. Эта выставка наглядно показывает, какие последствия могут быть из-за немытых овощей или фруктов. Очень интересно, вообще все понравилось. Детям вот показываем, что мыться надо, чтобы в шее не было. То, что нужно соблюдать главное гигиену, мыть руки, овощи, фрукты, чтобы не было вот этих червей внутри, в организме не завелось. Всего на выставке представлено 40 экспонатов. Посмотреть на них можно будет до 1 декабря. Кристина Черкова, Василий Заводский, новости по будням. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости и не забывайте про наш сайт www.nts.defistov.ru Я же на этом прощаюсь. Хороших вам выходных и помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова